Добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики! С вами снова Дача Без Фанатизма. Сегодня мы сидим в уголке нашего сада, огорода, тут все подряд. И вот на этой небольшой клумбочке у меня растет сельдерей черешковый. Это сельдерей черешковый под названием Паскаль. Это один из сортов черешкового сельдерея, внесенный в госреест России по семенам. Это среднеспелый сорт. Я его выращиваю первый раз. Вы все знаете мои сельдереи корневые. Они мне удаются очень хорошо. Посмотрим, как в этом году. Пока ничего, все нормально развиваются. И вот кто-то мне посоветовал с подписчиков вырастить сельдерей черешковый. Но когда посоветовал, было в принципе уже поздно. Но я быстренько купила семена. И 9 апреля семена посеяла в плошку. Они у меня быстренько взошли. Я что-то и в горячей воде замачивала. Ну, как обычно, вот рассаду готовила. Взошли быстро. Я их потом привезла на дачу. Не прореживала, ничего с ними не делала. Вот как они росли, так и привезла. И во второй половине мая их высадила в грунт. Стройки я, в общем-то, нарушила. Но, тем не менее, сельдерей развивается. У него период вегетации от 140 до 180 дней. Ну, то есть, это если посчитать, чуть ли не ноябрь месяц. Но у нас уже несколько лет очень теплая осень. И в октябре я убираю сельдерей. Ну, посмотрим, как в этом году получится. Как я за ним ухаживала? Да, почему я его так поздно высадила? У меня здесь мелколуковичные росли. Пока они отсвели, мускари у меня здесь были. А там у меня петрушка. Ну, и вот здесь посадила. Немного посадила. Вот видите, расстояние между кустиками 30-40 сантиметров. А вот хотела вам даже вырвала сегодня, прореживала. Хотела показать. Это я сорвала на зелень. Зелень сельдерея я режу и замораживаю. Добавляю потом зимой во всякие блюда. Вот я вырвала черешковый. То есть, что мы будем у него брать? Вот эти от черешки. Ну, конечно, это будет не скоро. Они будут в нормальном состоянии. Вот такой у него корень. У этого сельдерея. Вот видите, здесь уже розеточка формируется. Вот, какой уход за сельдереем? Химии я не удобряю. Те же пресловутые по весне травяные настои. Сейчас уже не травяные настои, а что мы добавляем? Биопрепараты я добавляю различные. Землю поливаю иногда фитоспорином. Ну, то есть, стараюсь избегать химии. Вот так сельдерей у меня развивается. Вот при уходе, уход за черешком сельдереем, конечно, отличается от корневого ухода за корневым. Если корневой сельдерей мы разокучиваем, нижние листья обрываем, и он у нас формирует большой клубень, то здесь все наоборот. Листья не обрывать, ну, за исключением тех, которые нам чуть-чуть будут мешать или поджелтеют. И постоянно рыхлим, и во второй половине лета начинаем делать высокое окучивание. Ну, примерно так, как ухаживаем за луком пореем. Окучиваем, окучиваем, но одним из агротехнических приемов является отбеливание вот этих самых черешков. И чем они отбеленней, тем они будут сочнее и полезней. Кстати, из черешковой сельдерея, я уже когда-то рассказывала, очень хорошо делать сок. Вот черешки вот уже в спелом виде вот так срываются, миксером режутся мелко, миксером пробиваются, или блендером, блендером, естественно. И с морковкой там, или с яблочком, мы, например, очень любим сельдерея черешковы с яблочком. И получается великолепный сок. Впервые я его попробовала, когда еще ходила несколько лет назад в спортивный клуб. А мужчины за этим соком, ну, буквально в очередь стоят. О полезности сельдерея я сейчас говорить не буду, вы знаете. Итак, одним из приемов является отбеливание черешков. Как только их не отбеливают, и мешковиной закрывают, и картоном, и всем чем угодно, только не целлофаном. То есть черешки должны быть закрыты, и тогда они там будут отбеливаться, но они должны дышать. Я думала, думала, что же мне сделать, мешковины нет, и придумала. Сейчас вам покажу. Вот взяла баклажки из-под воды, срезала дно, срезала верхнюю часть, получилась такая труба. Дальше у нас на даче нашлась фольга. Запекали когда-то рыбу на гриле. Вова вот сидит, улыбается. Вот так отрываю фольгу, и вот так заворачиваю с обеих сторон. Вот такая получилась труба. Вот одна уже сделана. Ну, хотя сегодня я, когда укрывала сельдерей, я вам сейчас покажу ту грядку, то у меня одна нашлась молочная бутылка, сейчас такие, знаете, они уже внутри как-то, типа фольга у них что ли такая, то есть их не надо закрывать, они не прозрачные. Ну, а теперь самое главное, нужно это все вдеть. У меня уже все окучено. Отбеливание черешков сельдерея надо начинать в тот момент, когда вы понимаете, что до его уборки остался месяц. Но до уборки этого сельдерея явно остался не месяц, но мы сейчас порепетируем, а я потом уже сама свой сельдерей весь укрою. Итак, вот это я сейчас одна надела, но Вова мне предложил легкий способ. Мой сельдерей был высоко окучен. Я его, конечно, он у меня палит, земля рыхлая. Вот я его разокучила и вот так взяла розетку. Это метод варварский. И вот так аккуратненько воткнула, отсюда листики достала. И фольгу очень хорошо. И все, и снова окучиваем. Так, все. Ну, Володя, кстати, у меня инженер. Он мне сказал, что чего ты мучаешься. Он взял вот эту мою конструкцию, все разрезал. И говорит, обверни, оборачиваем. Ну, естественно, это менее щадящий. Более щадящий. А, да, да. Короче, лучше. Вот. Встали, завернули и также... А, более щадящий, правильно. О, Господи, заговоришься тут. И опять окучили высоко. А как будем производить полив? И это не снимается до момента уборки. Листики будут отрастать. А черешки внутри отбеливаться. А поливать мы будем между кустами. Мы это уже не будем конструкцию снимать. Поливать очень обильно. Ну, и сюда вы будете лить. Оно же, конечно, будет земле отпадать. Потом просто их опять подокучите. Я свой сельдерей поливаю раза два в неделю. Ну, если дожди идут, то, конечно, можно и пореже поливать. Вот. Этот сельдерей вот так будет у меня расти. Ну, ему еще рано, но пусть уже так. А сейчас мы к вам пойдем на другой сельдерей, где я сегодня уже его прикрыла. И расскажу историю про тот сельдерей. Пойдемте. Вот на этой грядке у меня растет, был посажен весной сельдерей корневой яблочный. Фирма Кольчуга. Покупала в Ашане или где-то в каком-то большом супермаркете. На моменте рассады я ничего не подозревала. Посадила рассаду, все как положено. Рассада была отличная. Она принялась, пошла в рост. И я что-то стала подозревать и сильно наблюдать за этим сельдереем. То есть розетка листьев просто вымахивала, и листья огромные. И вот эта грядка у меня вся была в зеленой листве. Один куст даже умудрился зацвести. Ухаживала как положено, поливала. У корневого сельдерея мы обрываем нижние листья. Мы уже видим, в середине лета формируется корнеплод. Здесь никакого корнеплода нет. Но я взяла, вилами выкопала и поняла, что это никакой не корневой сельдерей яблочный, а это черешковый сельдерей. Я с полной ответственности вам заявляю, что я перепутать семена не могла. Значит, просто в пакете оказались недобросовестные продавцы, подложили не те семена. Но я не отчаялась. Сельдерей черешковый, так черешковый будем выращивать. И вот лишние все я вилами выкопала, порезала в зелень заморозку. Причем зелень замораживала, делала листья сельдерея, кинзу и петрушку. Вот такой микс получился. Очень вкусный запах, пикантный привкус. Я добавляю во все блюда. Ну а вот этот, он посажен гораздо раньше, он посажен чуть ли не в последних числах апреля, потому что рассада росла в правильные сроки. И месяц он еще простоит, ну может быть недель пять, и будем его срывать. И вот я его сегодня уже замотала вот в эти фольговые столбики сделала. Вот та бутылка молочная, о которой я говорила. Как я буду поливать, еще раз говорю, здесь у меня как бы вот она в ямке что ли, в такой растет в углублении. То есть я поливаю, обильно сюда кладу шланг. Вода поливается, много-много воды, делаем это раз в неделю. Потом делаем высокое окучивание. И вот теперь он у меня растет уже в этих тубах. А вот несколько кустов оставила. То есть я делаю очень высокое окучивание. Ну посмотрим, что будет. Вот такие мои переживания были с корневым-черешковым сельдереем. Осенью я вам обязательно покажу урожай, что получилось. А сейчас мы с вами прощаемся. До новых встреч. Я вам пыталась показать, как можно поотбелить черешки черешкового сельдерея. Там был паскаль, здесь теперь уже не знаю что. Но тем не менее это черешковый сельдерей. Спасибо за внимание. До новых встреч на даче без фанатизма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!